В музыкальной школе каждый день день музыки. Всегда праздник скажете, не скажите. Здравствуйте! Часы, месяцы, а у самых стойких годы нелегкого труда. Если со сцены работают так, что захватывает дух, значит работали над этим, не покладая нот, долго. При желании можно и за один день выучить произведение, но этого, к сожалению, мало, потому что любую песню мы должны впеть. Петь – это сначала выучить ноты, потом поставить голос, потом актерское мастерство и бесконечные репетиции. Наталья Малая показывает нам только часть репетиционного процесса. В эстрадном ансамбле «Эбрика» 30 детей – это 4 группы. Все красивые, улыбчивые и все четко знают, чтобы музыка лилась, надо, чтобы ноты в прямом смысле отскакивали от зубов. У всех по несколько занятий в неделю. Плюс грамотный репертуар, а уж только потом результат. Репертуар – классические эстрадные песни, хорошие детские эстрадные песни. Откровенную попсу не поем, поем добрые, хорошие песни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Канун – Дня музыки. Идет репетиция. Готовится к большому концерту во Дворце спорта. Приехала комиссия – строгая. Это как академический экзамен. Нет, ответственнее. Педагоги слегка переживают, все сыро-сыро. Впрочем, воспитанники их точно не подведут. В детской школе искусств весь спектр предметов по специальностям фортепиано, струнные, духовые, ударные, хоровое, пение, изо и хореография. Но здесь, в Видновской школе, живет и такая музыка, о которой не все дома музыки мечтают. Первое занятие по классу органа. Александр Ефанов мечтал о нем много лет. Я родился в Калуге. Это очень музыкальный город. Там очень популярен был Чайковский. Мне очень понравилось. Сыгранная пьеса Баха. Это еще было мне 4 года. Потом 6 лет занятий музыкой и вот мечта под кончиками пальцев. Педагог приглашенный. Раз в неделю приезжает из столицы. Пока в ее классе 11 воспитанников. Мне дали одних из лучших детей этой школы, потому что орган, конечно, очень сложный инструмент специфический и требует большой концентрации внимания и хорошей координации. Наталья Викторовна обещает, что через месяц-полтора видновские органисты дадут свой первый концерт. Вот инструментов в школе два. Электронный и вот этот, самый настоящий. Это гордость школы. Орган появился в Видном год назад. Мастера из Польши изготовили его по индивидуальному заказу. Дебютный концерт поспеет как раз к юбилею школы. 26 ноября видновской ДШИ исполняется 55 лет. Более полувека тут живет музыка. Живет и разливается в каждое маленькое сердце. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.